Пророчество Жириновского Это статья рекламного агентства ТИАР. 19 марта в этом году была опубликована статья, как я понимаю, о котором рассказывается о том, что Владимир Жириновский много чего говорил, но в интернете гуляет ролик, в котором демонстрируется карта, высланная Жириновским, как некому блогеру. Блогер не придал значения этой карте, но спустя год вспомнил, что на ней информация, которая говорит о том, что событие, продемонстрированное Жириновским, произойдет в августе 2024 года. На карте изображены эпицентры мощнейших трясений силой в 12 баллов и зонами поражения цунами. Отмеченная плотность населения. Интересно и то, что эта карта имеет дату 16 августа 2024 года. Это, судя по карте, половина США, половина Бразилии, Африки, Китая, Европы смоют цунами. Вот здесь вот есть на этой же карте вот следующая информация. Численность населения на планете Земля на 1 апреля 2024 года. 4 миллиарда 438 миллионов, 443 тысячи, 440 человек. Из них 128 миллионов, 332 тысячи, 140 в России. Конечно, здесь очень интересно будет номерологам посмотреть на данные цифры. Это прям-таки цифровые кода, наверное. 17 августа 2024 года. Вдруг 17-го. То есть на следующий день после 16 августа численность населения составит с точностью, смотрите, до человечка буквально. 543 миллиона 446 тысяч 220 человек. 20 человек где-то, по-видимому, в Европе останутся, потому что в России будет 144 миллиона 302 тысячи. И эта численность сохранится практически на 1 января 2030 года. Численность населения ожидается 553 тысячи. 553 миллиона 303 тысячи человек. В Москве будет, в смысле в России, Москва – это столица России, да, в России 146 миллионов, 633 тысячи. То есть в апреле 4 миллиарда людей в 2022 году, а в августе полмиллиарда. Куда денутся люди, задается вопросом автора статьи, почему население России резко увеличивается, уменьшается к 17 августа. И дальше, там же, на этой же карте написано следующее количество государств на планете Земля. 1 апреля 2022 года 208 государств. 17 августа 2024 года 43 государства. 1 апреля 2030 года 12 государств. То есть реально ли такое? Еще академик Сахаров писал про водородную бомбу на дне океана. Что вы думаете по предсказанию на карте? Хочется думать, что события фейк и Жириновский подобного не делал. Ну, что можно сказать? Вставляя разные факторы, я прихожу к выводу, что это не предсказание ясновидящего. Мы видим карту, видим зоны и видим дату, которая связана с реальным гравитационным моментом. Но, конечно, я сомневаюсь, что подобный гравитационный момент может сам по себе вызвать подобную катастрофу, как то, что мы видим на изображении. Этого быть просто не может. Почему? Потому что, ну, каждые 19 лет могут совпасть подобные фазы. И может быть столь значимое событие, но подобного события не было. Так как Жириновский имел отношение к власти, еще он в некие планы. Я думаю, что речь идет еще об одном плане, который, соответственно, науке, научной мысли разрабатывался. Дело в том, что самому человеку не под силу сделать что-то столь глобальное, чтобы, не знаю, перевернуть землю, чтобы случилась какая-то катастрофа. Но вот использовать как рычаг какой-то благоприятный момент, который можно усилить, находя точки, определенные проекции. Вот как в этой статье было сказано, какой-то водородной бомбочкой, которая усиливает какой-то процесс. Вот это вот возможно каким-нибудь еще другим оружием. Сейчас мы знаем, что на нашу планету влиять могут. То есть не думаю, что заявление было сказано просто так. Я думаю, что подобное заявление имеет под собой почву. Я думаю, что это проект. Для него есть основания, так скажем, научного порядка. И то, что показывает даты, исходя из контекста, не может проявиться само по себе грандиозным разрушением. Я много лет исследовала катастрофы, исследовала землетрясения, наводнения, цунами с точки зрения астрологии, с точки зрения различных систем. Мне нужно было понять, что происходит. И у меня есть исследования по поводу того, как в суперлунии случаются землетрясения. Действительно, большие землетрясения часто повторяются. Есть исследования о фазах ретроградного Меркурия с нижним солнцестоянием, которые также отмечали землетрясениями. Есть совпадения между этими фазами. То есть есть реальное событие, которое можно показать и продемонстрировать. И науке известны показатели опасных геопатогенных каких-то мест и периодов. И вот, дорогие друзья, я думаю, что Жириновский озвучил планы, очередные планы по уничтожению. В населениях было несколько. Очевидно, один из них мог сработать вот сейчас, буквально 16-19 августа. Но также я более чем уверена, что этот план не сработает, исходя из другого контекста. Так что, дорогие друзья, думаю, что жить будем. Но, может быть, какие-то сложности в другом плане для нас еще реализованы будут. Ну все, я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего времени суток. И все-таки жизнь бесценная, каждый день ее бесценен. Вот когда заходит речь о подобных событиях, о том, что надо же, вот оказывается, можно планировать ужасные для всего человечества вещи. Вот мы же, на самом деле, счастливчики, что мы все-таки еще живем. И мы можем по-другому посмотреть на каждое мгновение нашей жизни и ценить ее больше. Не тратить время впустую, а хотя бы тратить его с удовольствием. Дорогие друзья, всем хорошего времени суток. Пока-пока.